Учебный процесс такой, какой есть, без отшлифованных моментов и отрепетированных слов. Наглянуть внезапно, но не с проверкой, а скорее для мониторинга ситуации было решено восьмую школу. Многие не понимают, что система образования это очень сложный механизм. Это как живой человек, в котором каждый элемент играет очень важную роль. И сегодня мы для того, чтобы сохранить наше будущее поколение, для того, чтобы сохранить наших детей, мы должны критично относиться к своей работе в том числе. В классе допризывной подготовки идут занятия с гимназистами. Ребятам предложили высказать мнение по поводу этих уроков. Меня зовут Боряшевич Матвей, я прохожу ДПЮ в центре. Ну, меня попросили сказать мое отношение по этому обучению. Ну, вообще, здесь обучение, я считаю, его необходимым, так как нам служить в армии, и без этого обучения мы были бы не готовы к тому, что нас там ждет. Матвей высказал именно то, что от него хотели услышать. Вопросов к мальчишкам больше нет. В классе, где занимаются девочки, Любовь Клепчукова обратила внимание отнюдь не на учебный процесс. Скажи, пожалуйста, ты обучаешься в гимназии, да? Были ли у вас когда-нибудь проведены классным руководителем беседы по правильному питанию? Да, были проведены. Так, скажи, пожалуйста, вот у тебя сегодня в руках, я совершенно случайно обнаружила, это палочки сухие еда и сок. Палочки сухие еда. Скажи, пожалуйста, считаешь ли ты, что вот этот данный вид еды является как бы полезным для твоего здоровья, для сохранения твоей фигуры, для сохранения твоего, так сказать, состояния? Как ты считаешь? Ну, эта еда не совсем является здоровой и полезной, но просто это еда, которую я хочу в данный момент кушать. Я не хотела заказывать порцию, я знаю, что можно было заказать, но я не захотела, так как я просто хотела купить соломку и сок. Так, то есть, смотрите, ты понимаешь угодно своими мозгами, что это вредно для твоего здоровья, но всё равно ты делаешь. Скажи, пожалуйста, что должны сделать мы, педагоги, что должна сделать твоя мама для того, чтобы убедить тебя, что сначала надо использовать горячее питание, а потом уже можно перекусить парочку палочек, когда уже в желудке нормальная горячая пища, которая нужна для организма. Что нам надо сделать, чтобы вы это поняли и делали? Как ты считаешь? Ну, я даже не знаю, ну, я как бы это понимаю, я знаю, что так надо делать, меня это с самого детства приучили, ну, просто я вот захотела купить именно соломку и сок. Кстати, нагрянуть внезапно не получилось. Как только Любовь Степановна ступила на территорию школы, это зафиксировали видеокамеры. Директор знал о приезде начальника отдела уже спустя несколько минут, поэтому непосредственно в школу идём уже в сопровождении администрации. Любовь Клебчукова заходит в первый попавшийся класс. Дети – на уроке физкультуры. В классе отмечен убедительный порядок. К учителю ещё несколько вопросов. Возьмите, пожалуйста, портфель этого ребёнка и покажите нам, что находится в портфеле у ребёнка в вашем классе. Вот три учебника. Так, это тетрадки, это дополнительная страдочка, дневник, ребёнок забрал. Всё, и портфель практически пустой. Жёсткая спинка портфеля и минимум учебников помогут сохранить осанку ребёнка. Ещё одно важное замечание – физическая активность. На уроке физкультуры Любовь Степановна заметила двух учениц без формы. Оказалось, дети посещают спецгруппу. Рядом со спортзалом несколько неприглядных стендов. В остальном полный порядок и чистота. У технического персонала только одна просьба к детям. Хотелось бы, чтобы родители обращали внимание, чтобы дети относились к имуществу школьному, так же, как они дома относятся. Чтобы берегли его, не писали где-то, не били чего-то, но чтобы всё было целое и как дома у них, как дома вели себя. По пути в следующий класс идём по довольно тёмным коридорам. Во время уроков свет здесь стараются выключать. Для школы перерасход электроэнергии – непосильная ноша, зато в классах светло и тепло. В 10-м Б – физика, но вопросы Любови Степановны совсем не по теме урока. Спрашивайте, пожалуйста, вы сегодня пришли в школу, на дискотеку, на спортивную площадку. Куда вы пришли сегодня? Учиться. Учиться. А почему у вас такой вид? Это деловой стиль одежды, как вы считаете? Нет. А вам рассказывали вообще, что есть деловой стиль одежды? Да. А почему вы не выполняете требования? Ведь есть устав школы. По рубашке, кстати, замечаний нет. А вот всё одновременно постиралось в середине недели. Внешний вид школьников – настоящий камень преткновения. А что вы знаете о деловом стиле прически? Ну, волосы должны быть не мешать. Убраны, правда же? А у вас, как вы считаете, сегодня деловой стиль прически? Не совсем. Не совсем. А почему вы не обращаете на это внимание? Ну, не было времени утром что-то сделать. Замечания по поводу внешнего вида ребят сделали и директору школы. Далее идём в столовую. Дети уже поели, интерес вызывает только школьный буфет. Спросом здесь пользуются сладости и мучное, тогда как салаты простаивают в витрине. Ты вообще любишь салаты? Да. А почему здесь тогда не берёшь салаты? Ну, не знаю. Ну, честно. Ну, не хочется. Не нравится внешний вид, невкусные. Один раз попробовала, не понравились. Или мне не нравится, как они выглядят. Что вот? Нет, кормят нас вкусно. Так. Ну, просто, не знаю, не хочется. Не хочешь. Скажи, а дома салаты едите? Да, едим. Есть какой салат, любимый в твоей семье, который мама готовит или ты? Шуба. Шуба, да? Это каждый раз. Шуба довольно сложный салат. Сколько раз в месяц вы его делаете? Ну, в праздники там. На праздники. А в другие дни салатики едите? Едим. Какие? Простой вопрос застает врасплох. Мнение работников столовой – дети не приучены есть салаты. Скорее всего, они дома не кушают совершенно салатом. Сколько мы не разговариваем. Ну, еще если они скажут, а у нас там огурец консервированный с банками, помидоры, это еще вот так вот. А вот эти салаты со свежей капустой, со свеклой они вообще не воспринимают. Они не кушают дома. Кого мы не спросили, это нет. Еще не сказали там Оливье, вот они, вот как она сказала, по празднику, как я себе пришел. Такие внезапные посещения школ станут регулярными. Однако они совсем не несут карательной функции. Это скорее информация к размышлению, особенно для родителей. Ведь по новому кодексу об образовании они непосредственные участники учебного процесса. Я думаю, что нельзя перелаживать или на учителей, или на родителей. Здесь только совместная работа. И вот это самое главное, я хотел бы подчеркнуть. Лидия Поттер, Олег Фицнер, телеканал Музырь.